Приветствую вас, мои дорогие подписчики и все зрители! Мы продолжаем выживание на официальном сервере ВАРК. И в прошлой серии мы с вами ходили в горы, оставили там нашу анкилу, набрали много железа. У меня наплавилось и получилось полторы тысячи. Полторы тысячи слитков, обалдеть! В железе мы теперь не нуждаемся. Можно будет накрафтить немного огнестрельного. У нас же есть синий пистолет, который можно опробовать. Наш синий пистолет, дамаг 157. Также хотелось крафтить дробовик. На дробовик у нас тоже все есть, почти все есть. Цемент, железо. Полимерчики можно быстро набрать, пингвинчиков принести. Но дело только за патронами. Также на крафт пороха у меня ингредиентов куча. У меня много угля и много селитры. Даже можно еще селитры наделать. Так, здесь две сотни. Ой, сколько много. Давайте как раз и поставим на крафт. Угля тоже целая куча. Так, забираем уголь. Сотни так. Пять или даже шесть. И почему они могут двигаться? Перевес, видимо. Перевес. Да, просто я набрала с собой кучу оружия, кучу дротиков, стрел. Потому что летаю часто на хищный остров и караулю там. Смотрю, высматриваю рекса 120 уровня или орла 120 уровня. Крафтим порох. Здесь тоже крафтим порох. Пусть крафтится. Еще, ребята, я скрафтила барабаны. Мне было интересно, что это такое. Я как бы видела на видео, что на них играют. Но было самой интересно попробовать. Так прикольно. Курочкам своим играть. Чтоб они яйца несли. Классно сделаю. Мне понравилось. Сидела с ним, тут тоже баловалась. Можно даже в мелодии играть. Ну, кто умеет. Так. И надо бы посмотреть, пробежаться яички. Яички. Может быть, кто яички мне снес? Скорпиончики. Нету ничего. Так, на шикарночке тоже пока ничего. Хотя я только вошла в игру. Ой. Откинула. Ну, это все. Это все пинг. Здесь тоже ничего. Ну, ладно. Потом снесут. У нас все равно очень много кибла получилось. Я наварила кибла. Вот наш кибл на рекса и на лягушку. 69 штук. Это нам хватит даже на рекса 120 уровня. Я смотрела по таблице. 120 уровень съест. 50 с чем-то штучек кибла. Потом корм на волка 44 штуки. Это нам на двух даже хватит. 120 уровня. Корм стегозавра. Это нам на орла. Тоже хватит на 120 уровня. Даже с горкой. Можно нам сейчас летать, посмотреть, проверить нашу анкилочку, как она у нас там на горе стоит, все ли у нее хорошо. И также слетать на хищный остров посмотреть, мы найдем орла 120 уровня или рекса 120 уровня. Сейчас проверим. Так, орлица у нас уровень подняла. Качаем скорость. 145 уже. И вообще, по идее, нам надо уже сейчас лететь, искать волка, приручать. Но на волка я пойду на рексе. Возьму с собой орлицу. Схожу на рексе. Потому что там очень много волков. Я просто вручную вряд ли отобьюсь. Хотя, с другой стороны, можно скрафтить огнестрелку и пойти с огнестрелкой на орлице. Попробовать. Таким способом. Или же хочу попробовать просто с рексом встать, стоя в седле. Усыпить. Но мне кажется, с рексом будет безопаснее. Поставить его на пассив, чтобы он нашего волка не съел, который нам нужен. И давайте посмотрим. 20 уровень и 12 уровень. Неинтересны нам такие орлы. А он еще сверху один. 64. Ну, 64 мне тоже неинтересен. Вот был бы какой-нибудь 100. Хотя бы 110. Тогда да. Можно было бы его усыпить и приручить. Особенно, если бы это был мальчик. Это было бы здорово. Рексов. Рексов, по-моему, нет. А вон там еще 3 орла. Нет, 2 орла. Давайте-ка мы на них посмотрим. С ними карна бьется. Так, 48-й и... 56-й карна. 48-й. 2-48. Нет, нам они тоже неинтересны. А вон Рекс. Ну-ка, Рекс, покажи себя. Скарна бьется. 80-й. Нет, 80-й не хочу. Меня интересует... Меня интересует только за сотню. Как минимум. Орел. 16-й. Ну, снова ничего. Ну, на всякий случай, все-таки ношу с собой вооружение. Мало ли что. А вдруг... Так, Рекс еще один, что ли? Или этот тот же самый? Тот же самый сюда прибежал? Похоже, тот же самый. Ой. Аэродроп заберем? Что-то не слази. Не слази, Юя. Наверное, сервер опять сохраняется. Не могу спрыгнуть. Ну, да. Ждем тогда. Несколько секундочек, как всегда. Вон, орел в воздухе висит. Все висят. И музыка боя повисла. Копье серое. Это для новичков. У меня, кстати, там уже все разобрали. Почти все. Сейчас мы еще посмотрим. Я не успеваю подкладывать, как у меня все разбирают. Где у нас дом? С той стороны. Последний раз смотрела. Оставили несколько рецептов. Все дело, все. Хотя, может быть, это все один человек забрал. Перетаскал себе. Все возможно. Ну, да ладно. Нам все равно не нужно. Летим домой. Сейчас летаем в горы. Заодно прихватим немножко еще железа руды на орлице. И я прям, не знаю, разрываюсь между волком и лягушкой. Нам и лягушка нужна на болото сходить. И волк очень нужен. Хорошего такого уровня. Спускаемся. Спускаемся. Так. Сюда ложим копье для новичков. О, мне даже кто-то здесь оставил. Свой топор и свою кирку. Ладно, пусть ляжет. Прорисончик. Так, ребята, ну что. Давайте скрафтим на всякий случай огнестрелку. И попытаемся слетать в снежный биом. Посмотреть волка. Пока что без рекса. На орлице. Так, так, так. Хочу залезть пешком. Пешком не получается. Ладно. Орлица толстая. Не может, видимо, поместиться. Спускаемся. Порох у нас накрафтился. Я думаю, пока будет достаточно. Забираем. Здесь тоже забираем. А здесь пока пусто. Так, и смотрим патрончики. Рецепт у нас в шкафу. Берем. Сейчас накрафтим, наверное, стак. На всякий случай. Я думаю, от волков хватит отбиться. Такого пистолета. И сколько бы нам скрафтить-то? Сто плюс. Сто плюс это сколько? Нормально. Пусть будет. Потому что из этих патрончиков, из этих пулек, да, мы будем крафтить патроны на дробовик. Они идут в состав. Патрончики на дробовик у нас. Рецепт тоже здесь не лежит. Вот он. Смотрим. Простая пуля. Три пороха. И слиток металла. Дорогие патроны. Берем один стак с собой. Наверное, обычные стрелы я выложу. С другой стороны, жалко. Если мы где-то будем на возвышенности, то лучше потратить стрелы. Потому что у нас их много. И заодно получится экономия. А пистолет с патронами будем крафтить, говорю, использовать в крайнем случае. Этот провисончик. Мы его с собой возьмем. Зарядим сразу же. Он у нас шестизарядный вроде бы. Такой неплохой пистолетик. Я его как-то испытывала в одиночной игре. Мне понравился. Единственное, что им надо атаковать с ближнего радиуса. То есть дальность у него не очень хорошая. Я, по крайней мере, про это читала. Ну, вроде бы все. Мы готовы. Надо только попить на дорожку. Руду домой тогда не повезем. А, и супчик надо взять. Обязательно супчик. На сопротивление к холоду. Где-то у меня они были. Две штучки, я думаю, хватит нам. Прикольно так с пистолетом бегает. Погнали в снежный биом. Скорость у нас уже 145, уже можно полетать. Более комфортно. Тогда железо захватывать не будем. Просто посмотрим на нашу анкилу. Как она там. И полетим дальше в зимний биом. Покушать у нас 12 яичек только с собой. Ну, я думаю, хватит. Я сомневаюсь, что мы сейчас волка найдем. Прям так сразу. Ну, вдруг нам повезет все-таки. С другой стороны тоже. Если мы его сейчас усыпим, охранять будет тяжело. 120-й волк будет у нас спать 1 час. Киббл я с собой не взяла. Нам в любом случае придется лететь домой. Ну и к тому же целый час сидеть около волка тоже не хочется. Поэтому я хотела Рекс с собой взять. Чтобы Рекс у нас охранял. Вот проблема только с теплой одеждой. Хотя нет, нас супчики спасут. Надо супов побольше наварить. И я думаю, проблему они решат. Уж сильно замерзнуть мы не должны. Так, наша анкилочка. Вот она стоит. Все хорошо у нее. Кушать у нее вроде бы есть. Я ей приносила. Она даже уровень прокачала. Качаем ей атаку. 134-й уровень она у меня. Полетели дальше. Потом мы сделаем еще несколько заходов. Наберем еще железо. Я думаю, железо никогда лишним не бывает. А здесь у нас Рекс. Ну-ка глянем. Какого уровня? 12-й. 12-й нам тоже неинтересен. Ох, зимний биом. Страшный и опасный. Жуткий. Когда я только начинала играть, я так его боялась. Этого зимнего биома. Ну, сейчас, конечно, тоже страшновато быть. В этом биоме находиться. Без теплой брони. Ну, все равно уже не так. Чем больше знаний, тем меньше страха. И высматриваем теперь волков. Высматриваем Рекса. Какого-нибудь за соточку. Надо быть осторожной, чтобы нашего орла не съели. Потому что если меня съедят, еще ладно. Но вот орлицу. Орлицу мне будет очень жалко. Мамонты ходят. В стегах ходят. Мамонты с кем-то бьются. С волками, да? Ну, мне кажется, того волка в любом случае забьют мамонты. Так что мы не будем на него отвлекаться. Вон еще Рекс. Двенадцатый уровень. Ты нам неинтересен. Анкилочки. А где же волки? Волки еще бегают целыми стаями. Тоже. Как-то надо аккуратненько будет всех отстрелять. И оставить именно нужного волка. Если, конечно, найдем такого. Стоп, стоп, стоп. Вот вижу двоих. Троих даже. Волки, волки. Блин, неудобная хрень такая. Двенадцатый. Это корень. Давайте супчик съедим. Четвертый вообще. И где-то еще один был. Вот он, красавчик. Бегает за орлом. Я надеюсь, волки своих жрать не будут. Если, допустим, мы одного усыпим. Какой-какой? Двадцать... Двадцать восьмой вроде бы. Ну, или двадцать какой-то. Какой-то у нас уровень. Не вижу. Блин, еще и орел напал. Так, ну вроде не сильно ударили так. Слабенько. Ладно, стая таких. Низкоуровневых волков. А вон еще волки. На анкилу напали. Стоп. Сейчас будем рассматривать эту стаю. Стошнадцатый. Стошнадцатый, блин. Так, что делать-то? Надо куда-то на возвышенность попробовать отстрелять. Они анкилу порвали. Ну да. Давайте мы их сейчас отведем. Куда-нибудь отведем. Где бы нам было удобно встать на возвышенность. Иначе они нас загрызут. Кто у нас? Стошнадцатый. Нет? Так. Надо посмотреть, кто из них. Темненький. Блин, они такие похожие. Труп на друга. Так. Стоим. Так. Темненький. Нет. Двенадцатый. Так. Где же третий-то? Он тот светленький, значит. Орлицы мы, наверное, долго будем бить? Да, наверное, долго. Неэффективная атака. Еще и кошка приперлась. А с кошкой они биться не будут, да? Не упустить бы нам вот этого волка. Вот он, сто шестнадцатый. Давай за мной. Красавчик мой. Еще волк бежит. Так. Заманим их сюда. Ладно. Терпим, терпим. Укусы. Сюда залезете? Или не залезете? Вот если они сюда не залезут, будет замечательно. Но я боюсь спускаться. Я боюсь больше не за себя, а за орлицу. Или, может быть, повыше залезть. Так, ну что? Слазим. Берем арбалет. Так, у нас какие там стрелы-то? Боевые или усыпляющие? Усыпляющие. Давайте боевые. Убьем темненького волка. Убьем кошку. Блин. Так, лишь бы сзади не подскочили. Так, который из них-то? Их теперь так много. Зараза. Как бы, как бы. Вот знаю, темненького можно убить. И кот мешается. Ладно, убиваем. Убегает. Это плохо. Плохо. Что убегает? Вернется ведь. Так. Может быть, ты у нас тоже... Да, это он. Дротики. Попробуем усыпить. Мордочку. Надо ждать, надо ждать. 5-10 секунд. Точно. Ждем. Ждем. Вот этот волк вернулся. Надо добить. И смотрим по сторонам. Блин. Долбанный Рекс. Ну, че ж ты сюда пришел? Не вовремя. Сейчас попробуем его увезти. Он-то нас достанет. Ой, как жалко. Может быть, обойдет стороной? Зараза такая. Скотина сюда идет. Пошел вон. Садимся на Орлицу. Все планы нам испортил. Тварь, а. Пошел отсюда. Ну, как же так, а? Блин, так было замечательно. И волка почти усыпили. Он бы нам его сожрал. Ну, откуда ты вообще вылез-то, а? Сейчас мы его постараемся увезти подальше. А если бы мы сейчас были на Рексе? Мы бы сейчас сожрали эту тварь. Нет, на меня отвлекись. Ай, блин. Даже не знаю, как его назвать. Тварь такая. Не трогай волков. Это мои волки. Блин. И на Орле, наверное, мы Рекса не забьем. Немножко поцарапанный. Я вот не знаю, это наш волк или не наш стоит рядом. Может быть, все-таки убьем? Потихонечку вроде наклевываем. В общем, он испортил нам все планы. Хварина такая. Получи по морде. Шестнадцатый уровень. Убили. Кушаем. Кушаем, кушаем, кушаем. Все. Пойдемте посмотрим. Может быть, те наши волки не убежали? Или разбежались? Кошка здесь? А где волки? Волк. Сто шестнадцатого уровня. Куда он делся? Блин, так обидно. Где-то же здесь они бегали. Эх, мы были так близко к цели. Так близко. Там орел. Кошка вот эта здесь. А волки просто разбежались. Реджи их не мог сожрать. Особенно того, сто шестнадцатого. Так, а может быть, это он с мамонтом бьется? Так, стоп. Смотрим. Он или не он? Так, волк тридцать. Нет, волк двенадцатый вроде бы. Нет, не он. Ну, похоже, наш пропал. Похоже, все. Из этого долбаного Рекса не видать нам волка. Сто какого-то уровня. Четвертый. Двадцать восьмой. Ладно, будем искать другого. Что нам остается? Или все-таки Рекса привезти сюда? Рекса привезти. Попробовать. Сразу же взять кибл. И сразу же его охранять. Мне кажется, так будет безопаснее. Мы даже сможем двух волков подстрелить. И сразу же двоих одновременно приручить. Одного, например, высокого уровня, а другого не особо высокого. Как получится. Двенадцатый уровень. Ну, пока у нас действует супчик, давайте еще полетаем. Или пока у нас серия не закончилась. Пока у нас еще есть время. Можно еще полетать, повысматривать. Ну, все-таки у нас почти получилось, ребята, согласитесь. Если бы не Рекс, мы бы, скорее всего, усыпили. Ну, с другой стороны, мы могли бы его и не сохранить. Кто-нибудь бы пришел и сожрал его. Так, двенадцатый. Кошка. Вон еще волк. Волчок, серый бочок. Подожди. Да, я на тебя посмотрю. Двадцатый уровень. Жаль, но нам такой не нужен. Можно еще, знаете, как на Рексе побегать, сожрать всех волков низкоуровневых и ждать, пока появятся высокого уровня волки. Тоже как вариант. Только надо супчиков побольше наварить. Так, еще два волка. Восьмой и... Оба восьмые, что ли? Тридцать шестой. Тоже маленькие. Полетели дальше. Мне кажется, мы так близко к приручению хорошего волка. Кошка. Кошка не нужна. Такой обауденный волк был. Они там анкилу просто разорвали на моих глазах. Я не успела долететь до анкилы. Они его уже сожрали. Эх, ушел. Такая добыча ушла. Мне так обидно. Я просто боюсь, что мне придется очень долго летать, очень долго искать снова волка. Такого уровня. Такого замечательного уровня. но вдруг все-таки найдем. Ну, если нет, то пойду вторым заходом уже с Рексом. Там что у нас? Жемчуг, что ли? На берегу? И волк стоит. Даже два. Такая приманка. Типа, возьми жемчуг и на тебя нападут волки. 84-й и 20-й. 84-й. И вот еще волк. 84-й тоже неплохой, но я хочу все-таки за сотню. С другой стороны нам хватит кибла на несколько волков. Так, что ты? За мной побежал? Как же я теперь уровень такой посмотрю? Волки спрятались. Там был еще один волк. Какого же он уровня? Раз, два. А где третий? А третий вон там. Вон, я его вижу. Вдалеке. Давайте глянем. Где-то здесь был. Вон он ходит. Покажи себя. Покажи себя, красавчик. Четвертый. Так, нет, тоже нам это не интересно. Полетели дальше. А вот и ночь. Ночь. Это плохо. Хотя зимой на белом снегу не так темно. Как в обычном биоме. В летнем. Так, вы у нас какие? 28-й и... 44-й. Нет, не хочу. Еще полетаем, посмотрим. Супчик у нас скоро уже закончит свое действие. Придется лететь домой. Снаряжать Рекса. Кушать хочется. Съедим пару яичек. Да, все-таки супчиком смотрите, как классно. И есть сильно не хочется. Вон еще Рекс. И еще Волк. Смотрим на Волка. Одинокий Волк. Восьмого уровня. И одинокий Рекс. Так, Арксюша у нас какого уровня? 36-й. Нет, неинтересен. Неинтересен нам такой Рекс. Где же еще Волки бегают? Они вроде бы здесь везде бегают. С таями. Кошка. Чей-то домик. Куча костров. И мамонт. Все, ничего больше не вижу. А вон Волки. С Анкилой дерутся. Сейчас мы посмотрим на них. Ой, там еще Анкила бежит. Но Анкилы, скорее всего, их забьют. Восьмой уровень и... И восьмой уровень, да? Ну да. Анкилочки их, скорее всего, забьют. Ну, пойдемте еще поищем. Орлов мы здесь не будем приручать. Уж очень долго с ними сидеть придется. Орла я лучше поищу. Так, кто там? Тирадончик, что ли? А, это, видимо, игрок там завис. Смотрит. Или птирадончик. Нет, птирадончик. Может быть, сервак повис? Нет, смотрите, чей-то седло. Чей-то. Странно. Может быть, кого-то выкинуло. И он упал, разбился. Не просто так же тут птирадончик завис. Тела нету. Странно. Кто-то потерял птичку. Ладно, не отвлекаемся. Давайте выслеживать волков искать. Мы уже сделали круг почти. Ой, супчик кончил действие. Ладно. Вылетаем из этого биома. Летим домой. Снаряжать рекса. Вот еще рекс. Стоп. Дайте-ка мы на него посмотрим. 16-й. 16-й нам неинтересен. Кецель. Ааа, кецель. Какого хоть уровня? Давайте глянем. 20-й. Ах, какая птичка. Да, мне такую не приручить. По крайней мере, сейчас. Без кипла. Особенно в этом биоме. Вон еще волки. Сейчас мы глянем. 52-й и 40-й. 48-й. Да. Тоже маленькие. Мы сейчас будем сильно замерзать. И у нас, возможно, будет отниматься ХП. Так что, ребята, надо вылетать. Супчик я не хочу есть. Поэкономим. Потому что все равно домой собираемся. Вон еще волки. Какой-то... Какой-то 92-й волк. Я не знаю. Я не знаю. Я хочу за сотню. Хочу за сотню. Ах, с другой стороны, можно было бы такого приручить. А потом поискать 100 какого-нибудь. К тому же он сюда упал. Здесь-то безопаснее приручать. Давайте-ка мы поможем с мамонтом разделаться ему. Супчик тогда едим. Мамонта убиваем. И если мы его усыпим благополучно здесь, то мы его тогда приручим. А потом поищем еще волка за сотню, как я и хотела. Просто место такое, ребята, смотрите. Вроде хищников здесь нету. Только как я его буду усыплять? Куда бы здесь залезть? Мамонта убили. Вот он, красавчик. 92-го уровня. Так, куда бы нам его заманить-то? Может быть отсюда? Ой, а он здесь не залезет? Орлица-то хоть сядет. Не могу сесть. Вот. И смотрим, где наш волк. Вот он бегает. Сейчас попробуем его здесь положить, усыпить. Так, аккуратно, чтобы нам не свалиться вниз. Ой, я боюсь. Что-то здесь с текстурами не то. Так. Мой хороший, постой, не двигайся. Я боюсь ниже подходить, а вдруг я свалюсь к нему. А если свалюсь, придется убивать. Или как-то орла звать. Садиться на орла. А он высокого уровня, он, мне кажется, быстро меня порвет. Ой, страшно. Давайте другое место поищем, где бы можно было спуститься. Какое-то уж больно рискованное. Давай, мой хороший, за мной. Или можно сделать вот так вот. Так. Стрельнуть. И улететь. Теперь снова. Стрельнуть. Где он? Он в другую сторону вообще побежал. Ему пофиг на меня. Ладно. Кажется, застрял, что ли. Сейчас мы в него напуляем. Попало? Нет, не попало, блин. А почему он убегает? Странно. Стой. Попало. Не знаю, что с ним. Но он не хочет на меня нападать. Ждем. Вот если он здесь уснет, будет замечательно. Хищников нету. И мы домой сгоняем за киблом. Надо ждать. Надо ждать. Орла, подгоним. Если он, конечно, меня услышит отсюда. Как-то он надумал атаковать меня. Снова убегает. Ну-ка усни. Усни. Где ты? Блин. Держим оборону. Бегаем кругами. Вроде бы нас не может укусить. Ой-ой-ой. ХП уже отнимается, блин. Убегаем. Ой, бежим. Теперь он от нас убегает. Блин, мимо. Ой. Есть. Ой, слушайте, сколько же него всадить-то надо? Когда он начнет? Вроде в хвостик попало. Ах ты. Как темно. Ничего не видно. Кажется, опять застрял. Ляшечку. Так, усни, пожалуйста. Ждем. Ждем. Кушаем яички. Должен уже скоро уснуть. Обалдеть. В него стрел надо всадить. Дротиков. Как на этого. Как на Рекса. Так, отходим. Блин. Бегаем, бегаем. Что-то все равно нас достает. Блин. Мимо. Есть. Есть. Усыпили все-таки. Наконец-то. Обалдеть. У нас будет Волк. Пока что 92 уровня. Так. И вроде бы хорошее место. Если сверху никто не упадет к нам на голову. Какой-нибудь Рекс. Так, давайте посмотрим. 3000 почти. У меня наркотиков нет. Ладно. Полетели домой за наркотой. Полетели домой за киблом. И надо заканчивать серию. Я совсем забыла поставить таймер. Поэтому, ребята, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем пока.